115 миллионов выделено Стерли-Тамаку на реализацию проектов по программе формирования комфортной городской среды. Вот-вот закончатся работы по благоустройству дворов и аллеи вдоль улицы Худайбердина. Глава Республики Башкортостан и глава администрации города проверили объекты. На улице Шофеева 9 работа завершается через пару дней. Сейчас сравняют дорогу и кладут асфальт. Готовят парковочные места. Большинство жильцов результатами работы подрядчика довольны. Работали хорошо. Ни одного слова грубого нет. Мы приходили, здесь бросались, каждый показывал, где что нужно. Все вышли сразу что-то делать. Огромадное терпение, предельная выдержка, надо сказать, внимательно выслушивают. И все наши замечания, то, что мы просим где-то что-то, что было упущено, все делают прекрасно. Мы довольны. Под контролем главы администрации работы на улицах Блюхера, Курчатова и Худайбердина. В городе обустраивают не только дворы, но и одну общественную зону. Это аллеи на улице Худайбердина. Там подрядчик установил 63 новых светильника. Предстоит поставить 49 скамеек и сделать 4 велопарковки. Глава администрации ожидает от подрядчиков оперативности. Претензии есть у меня лично. Это то, что слава ведутся работы на некоторых территориях. Я считаю, что пока световой день, можно начинать работать с утра и с восхода до заката. Работы ведутся удовлетворительно, я хочу сказать так. Но хотелось бы, чтобы работа была ускорена. Горожане могут наблюдать за работами в режиме онлайн. Для этого в каждом дворе установлены видеокамеры. Ссылки на изображение можно найти на сайте администрации города в разделе «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, сейчас принимают заявки на 2018 год. Собственники жилья должны на своих собраниях принять решение об участии в этой программе, определить из перечня минимальных услуг, предусмотренных постановлением, какие они работы хотят по благоустройству провести у себя во дворе. Принять участие они должны тоже софинансирование, принести эти документы или в управляющую компанию, а лучше сразу в администрацию города, в управление жилищно-коммунального хозяйства. Старлетамаку в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году выделено 115 миллионов рублей. Большая часть суммы из федерального бюджета. Жители города, принимающие участие в софинансировании проектов, вложили 4 миллиона 150 тысяч рублей. Зарима Фридман, Вадим Ямансаров, Старлетамак, Служба новостей.